МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале. В студии Анна Семенова. Здравствуйте. Лето начинается с Международного дня защиты детей. В Старомосколе в этом году организовали грандиозный праздник. В нем приняли участие дети со всего округа. Подробностью Марии Шелеповой. Массовым флешмобом открылся первый детский форум креативных инициатив «Арт-каникулы-2022». Девчонок и мальчишек округа приветствовал глава администрации Старого Оскола Андрей Чесноков. Самое главное, чтобы это лето для вас было максимально безопасным и интересным. Мы над этим уже поработали и будем предлагать вам замечательные активности на протяжении всего этого лета. Дорогие друзья, мне сегодня хотелось бы искренне каждого из вас поздравить с этим замечательным праздником и пожелать вам, чтобы вы как можно дольше оставались детьми, потому что этот период вашей жизни пролетит совершенно незаметно. Но пусть он останется в ваших сердцах и в ваших улыбках. С праздником! С Днем защиты детей! С Днем детства! После торжественной части ребята познакомились с арт-площадками. Их было так много, что даже нашей съемочной группе не удалось обойти все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Особенно много зрителей собралось на кукольный спектакль от театра «Золотой ключик». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ловко напугал волка наш заяц! Если бы не он, не уйдя бы нам отсюда живыми! Да где же он, наш бесстрашный заяц? Вот он! Цирковой бульвар, переулок мастеров, город дорожных правил, фото, видео и мультипликационные студии, танцевальные баттлы, литературные соревнования, перформансы, музейные уроки, показательные выступления от школ искусств, игры, конкурсы и разнообразие мастер-классов по актерскому мастерству, оригами, аквагриму, созданию текстильных сувениров и кукол. Все эти арт-площадки будут работать на протяжении всего лета на территории учреждений культуры и открытых пространствах города. Делали из ткани куколку-колечко. Сложно было? Да, и очень интересно. Сколько тебе лет? Шесть. А ты знаешь, что сегодня за праздник? Да. Какой? День защиты детей. А почему у тебя такой необычный вид сегодня? На танце танец бабушек. А тебе нравится этот праздник? Да. Что интересного? Вот, девочки ходят высокие. Знаешь, какой сегодня праздник? Да. Какой? День защиты детей. Что сегодня такого интересного было? Как дети рисуют, как дети выступают. Мы рисуем проект. Мы с ним рядом общие фотографии с детьми. Пришли на концерт. Нам понравилось здесь выступление деток, как рисуют детки, занимаются правилами дорожного движения. Там хоровод водили с детьми. Понравилось. Все красиво. Дети красивые. Все очень хорошо. А в самой молодежке Управление культуры организовало деловую игру с подростками и креатив-проект. Нужно написать, как привлечь молодежь в наш город, чтобы ей было интересно здесь жить. Нужно заинтересовать молодежь, чтобы рассказать ей о нашей истории, нашей Родины, чтобы мы ее полюбили. Многие хотели поделиться предложениями с Андреем Чесноковым. Я подняла вопрос театра, на что он мне сказал, что расширить, к сожалению, невозможно, так как территория ограничена. Но создать какие-то именно уличные площадки, где будут поисловки, кухонные какие-то. А ты какой интересный вопрос? Ну, про проведение разнообразных мероприятий в нашем городе мастер-классе. В принципе, возможно, я вам сказала, что будут проводиться клести, может быть, с помощью квадрокоптера. Главе администрации такой формат общения понравился. На самом деле, очень интересные моменты. Мы, как функционеры, думаем, что у нас достаточно большой спектр горских мероприятий, спортивных. Ребята говорят о том, что их на самом деле не так много. Если они есть, то они одного формата, либо традиционного формата, а потом экскурсии, экскурсии и возможности их проведения в каких-то нестандартных форматах. То есть, это либо виртуальная экскурсия для тех, кто не живет в нашем городе, но хотят познакомиться, а потом впоследствии приехать. Либо формат на самокатах. И, к примеру, экскурсию ведет сам глава администрации. Для тех, кто бы пожелал раз в месяц, вполне возможно, такую историю обязательно сделать. Мария Шелепова, Евгений Левушко, Илья Самсонов. Девятый канал. День защиты детей с размахом отметили и в Лопыгине. Помимо яркого праздника, здесь стартовали сразу два грантовых проекта. Подробности в нашем следующем репортаже. Семейный оазис в Лопыгине из маленькой детской площадки превратился в настоящий парк, где каждому найдется развлечение по душе. Ежедневно здесь гуляют сельские ребята, а на праздники, которые всегда проходят с размахом, приезжают даже из города. Я сюда приехала из Старого Оскола, потому что здесь классная площадка, красивые праздники, много ребят. Поможете, я тут по-русски. Лог, некогда заваленный мусором, приобрел популярность благодаря усилиям супругов Рудаковых и местного Центра культурного развития. Сделать депрессивную территорию местом, которое хочется приходить, удалось с помощью грантов. Светлана Ширина живет в Лопыгине с 2002 года. В ее семье трое детей, и все они – постоянные гости семейного оазиса. Благодаря победе Тоса Вишнева в конкурсе субсидий из бюджета Белгородской области здесь появился и уголок для самых маленьких. Мы очень рады этой площадке. Здесь постоянно проходят концерты. Благодарность огромная, потому что дети растут, появляются. И, конечно, мы нуждаемся в таких проектах и замечательных детских площадках. На создание детской зоны «Городок-малышок» из бюджета региона выделено почти полмиллиона рублей. Все это делается, естественно, для детей в первую очередь. Мы хотели бы, чтобы у них было место, где они могут отдыхать, где они могут проводить время, отрываться от гаджетов. И, думаю, в дальнейшем даже будет еще больше. Помимо открытия детской площадки, 1 июня дали официальные старты проекту «Народный календарь». Он стал победителем грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив. Сумма поддержки – 975 тысяч рублей. Средства пойдут на покупку необходимого оборудования для проведения праздников – светских и православных. Два года назад, когда мы начинали эту деятельность, мы думали, как-то это действительно сложно, как-то нереально, где-то кто-то выигрывает, ну как, с чего мы, почему мы выиграем. На самом деле, главное – гореть душой об этом, главное – искренне стараться что-то сделать во благо другим. Люди это видят все, видят, поддерживают, понимают. Ну и вот такое маленькое дело переросло уже, такой большой проект. Мы очень хотели, чтобы наши мероприятия проходили не только в рамках нашего ЦКР, а в рамках нашей территории. И нам было очень важно, чтобы в этом приняли участие все. Очень хорошо, что ТОС Вишневый поддержал эту идею. Мы приглашаем всех жителей Староскольского городского округа, нашей, конечно же, Лопыгинской сельской территории, на наши праздники. Следите за нашими анонсами. Мы будем рады, если вы будете в этом принимать самое активное участие. Афиши ТОС Вишневый и Лопыгинского центра культурного развития публикуют в социальных сетях. Мария Шелипова, Анастасия Иконникова, Алексей Грачев, Евгений Сазонов, 9 канал. Индексация пенсии, соцвыплаты и минимального размера оплаты труда с июня вступает в силу закона, который коснутся многих оскольчан. Так, с сегодняшнего дня на 10% увеличен мрот. Помимо этого, в Белгородской области на 1000 рублей вырастет среднедушевой прожиточный минимум и составит 11 692 рубля. На 10% проиндексировали пенсию неработающих пенсионеров. В Белгородской области таких почти полмиллиона. Начинают действовать новые правила выплат по потере кормильца. Раньше выпускникам школ, которым летом исполнялось 18 лет, выплату прерывали и восстанавливали только поступление в колледж или вуз. Теперь же соцвыплаты автоматически продлеваются до 1 сентября. Кроме того, школьники, инвалиды и ученики, потерявшие кормильца, смогут летом подрабатывать по направлению центра занятости, не теряя при этом права на доплату. С 8 июня увеличатся противопожарные штрафы. Для физических лиц они вырастут в 15-20 раз, а это 15-30 тысяч рублей. Для юридических – в 2-3 раза, от 100 тысяч до 2 миллионов рублей. Купить оружие теперь можно не с 18 лет, а с 21 года. А экипажам самолетов разрешили применять спецсредства против дебоширов на борту. С конца июня при получении заявления о кадастровом учете или регистрации прав на собственность в МФЦ подавать бумажную версию не нужно. Электронные документы уравняют в правах с бумажными. ЛДПР поможет завершить реконструкцию комсомольца. Депутат Белгородской областной думы от ЛДПР Николай Гаврилов оказал материальную поддержку для ремонта Дворца культуры. Сроки окончания работ на объекте неоднократно переносились и до сих пор не определены. Финансирование на данный момент приостановлено. Благотворительный фонд содействия развитию Староскольского округа «Любимый город» обратился к Николаю Гаврилову с просьбой оказать благотворительную помощь в размере 3,5 миллионов рублей. Николай Константинович откликнулся и перечислил необходимую сумму. Напомним, депутат от ЛДПР Николай Гаврилов – почетный гражданин Старого Оскола. В областном центре назвали имена лучших студентов региона. Они получили стипендии фонда поколения Андрея Скоча. Почему важно поддерживать успехи молодых и могут ли они уже сегодня помочь образованию, науке и медицине? Ответы в следующем материале. В переводе на русский счастлив, что дали возможность выиграть премию студент года. Дмитрий Болончуков учится на пятом курсе Белгородского вуза, но уже два года преподает английский и китайский языки в школе. Главный тезис уроков – меньше грамматики, больше практики. Чтобы искать новаторские подходы в педагогике, пробился на онлайн-курсы Бекинского университета иностранных языков. Это редкий шанс, но такой опыт необходим, чтобы создать лучшую учебную программу. Китайский язык у нас преподавался, в общем-то, мало на протяжении всей истории нашей, и поэтому приходится что-то изобретать самому, что-то, конечно, где-то подглядывать, что-то смотреть в англоязычных источниках. Практически не делаю скидку на то, что мои ученики, они еще школьники, то есть я общаюсь с ними как взрослыми, я преподаю им как взрослым и им нравится. Теперь он в одном ряду с лучшими студентами региона. Здесь отличники учебы, те, кто достиг успеха в спорте и искусстве науки. Студенты представляли свои достижения на онлайн-платформе. С помощью интернет-голосования получили поддержку жителей региона. Единственная очная номинация «Социальный проект» Владислав Дуброва рассказал жюри про свою программу реабилитации после инсульта. Она работает в Гроворонском округе и Белгородском районе. После выписки из больницы волонтеры-медики проводят с людьми домашние тренировки. Получено уже несколько патентов по данным изобретения. Мы разрабатываем собственные функциональные доски. В основном мелкомоторики, тренажер для увеличения силы хвата. Результативность увеличивается по сравнению с контрольной группой, которая не занимается в домашних условиях, уже на 20%. За звание «Лучший студент года» соревновались порядка 300 учащихся региона. Победу одержали 30 из них. Стипендия победителей первой степени – 20 тысяч рублей. Второй – 15 тысяч. Такой конкурс фонд «Поколение Андрея Скоча» проводит уже 20 лет. Считают важным поддерживать одаренных молодых людей. Действительно очень талантливые ребята, которые своим трудом, своими достижениями являются примером для студентов Белгородской области, потому что те достижения, которые сегодня используются в деятельности этих студентов, она действительно заслуживает особого внимания. За все годы участникам программы фонда «Поколение» стали более трех тысяч студентов. Им было выплачено более 87 миллионов рублей. Сегодня, 1 июня, Русская Православная Церковь отмечает День памяти новомучеников и исповедников земли Белгородской. В Старомосколе в этот день вспоминает священномученика Ануфрия, архиепископа Староскольского. Первую проповедь в нашем крае он произнес в Свято-Троицком храме в Слободе Стрелецкой. За три с небольшим годы его служения на Староскольской кафедре с 1929 по 1933 годы удалось практически полностью победить обновленчество. Такой церковный раскол был инициирован советской властью для уничтожения православия. В декабре 1929 года, когда владыка приехал в Староскол, новообразованная епархия насчитывала всего два десятка православных приходов. Но уже через год в РПЦ из обновленчества вернулся 141 храм. Архиепископ Курский Староскольский Ануфрий канонизирована в сонами новомучеников и исповедников российских в 2000 году. В Александреневском кафедральном соборе один из престолов освящен в его памяти. На улице Пролетарской сохранился дом номер 47, в котором снимал комната владыка. Сейчас там открыт музей. К новостям спорта. В Старомосколе завершилась 13-я городская спартакиада среди дошколят. Воспитанники всех детских садов округа соревновались на протяжении учебного года. А теперь состоялся финал. Наш следующий репортаж заключительного этапа состязаний. Детский сад номер 28, Ладушкин. Молодцы. Детский сад номер 24, Березка. Молодцы. Детский сад номер 46, Вишенка. Финал 13-й спартакиады среди детских садов прошел без традиционного парада на стадионе. В связи с обстановкой потоки детей разделили. Пять заходов по 10 детских садов. Я быстрая и ловкая. Что тебе нужно было сегодня делать? Китать мешок. Я планировалась метать в мешки. Как ты думаешь, у тебя сегодня хорошо все получилось? Да. Все хорошо получилось и у Славы Пономарева из 52-го детского сада «Ласточка». В свои 6 лет показывают отличные результаты в беге. Хобби у тебя есть какое-то? Ходишь на футбол. На футбол хожу. Ну не волнуйся. И дома ты тренируешься. Дома тренируешься. Подтягиваешься, отжимаешься. Подтягиваешься, отжимаешься. Ну такое, дома зарядки такие делают. После садика играем в футбол. Моя задача пробежать лучше всех 30 метров. Как ты думаешь, у тебя получилось? Да. Интересно, что взрослых на стадионе было намного больше, чем детей. Поддерживали выступающих и воспитатели, и физруки, и родители, и дедушки с бабушками. Причем старшее поколение тоже соревновалось. Кто громче произнесет кричалку или подбодрит на старте, кто займет лучшее место для фото- и видеосъемки. В каждой команде два мальчика и две девочки из старших возрастных групп. В финале спартакиады свою силу и скорость ребята показывали в двух дисциплинах. Бег на дистанции 30 метров и метание мешочков. Остальные этапы соревнований проходили в течение учебного года. Первый этап это был внутри детских садов, а потом постепенно. Это были второй этапы, это были эстафетные соревнования, где командный дух мы развивали. Была аэробика, где мы творчески развивали. И вот сейчас у нас происходит финал. То есть по сумме этих соревнований будет подсчитываться итоги и награждаться лучшие детские образовательные учреждения Староскольского и Росковского. Итоговое награждение впереди, а закрепить положительные эмоции у детей нужно здесь и сейчас. Так что каждого наградили грамотой и сладким призом. Я бегала. Ты тренировалась? Да. Где тренировалась? В физкультуре, в садике тренировалась. Хорошо. Как ты считаешь, ты хорошо справилась? Да. А сами соревнования тебе понравились? Да. А что больше понравилось, соревнования или шоколадки? Соревнования. Мария Шелипова, Алексей Грачев, Евгений Сазонов, 9 канал. Эпоха бездомного потребления прощается с нами. В пандемию, когда доходы сократились, а на первое место вышли практичность, удобство и цена вещи, такой подход стал еще актуальнее. Люди ищут товары по приемлемым ценам. Именно такие на выставке продажи в Аркадии. Здесь можно купить одежду для всей семьи, а также постельное белье из натуральных тканей. А я, Анна Семенова, на этом прощаюсь. С вами всего доброго. До встречи на 9 канале. Постельное белье, полотенца, халаты, пижамы, ночные сорочки, платья, туники, дачные костюмы, белье, носки. Товара много. Знаменитые ивановские ситцы, белорусский трикотаж, узбекский хлопок – таким производителям можно доверять. Узбекистан сейчас является лидером по производству трикотажных изделий. Они отличаются чем? Что после стирки не дают усадку и не линяют. Сами с удовольствием носим свои вещи. Ну и довольны ими. Кстати, на мне футболка производства Узбекистана. У нас всегда в ассортименте 4-5 тысячи единиц товара. То есть приходите, тут есть одежда для всех абсолютно, для всех возрастов. Цены мы не поднимали, поэтому люди довольны. Футболки мы представляем детские, женские, мужские – от 150 рублей. На некоторые предметы гардероба стоимость символическая – 100 рублей. Юбка, пиджак и водолазка для подростка обойдутся всего в 300 рублей. На выставке вообще много одежды на детей от годика до 12 лет. Футболочки, толстовки, маечки. Не остались без внимания и мужчины. Брюки, шорты, рубашки до 64-го размера. Но основной акцент, конечно, на женщин. Ведь главные покупатели и ценители качественных вещей – они. Мы хотим приобрести рубашечку для мужа. И вот платушка для себя. Цены – 100 рублей. Белорусские, сказали, качество. И рубашечка – 200 рублей. Цены – ништяк. В наших магазинах такое не встретишь. Покупка очень довольна. Буду рекомендовать друзьям и знакомым. Спасибо большое. Я пенсионерка. Я ищу, чтобы подешевле было. Ну, мне кажется, для пенсионеров нормально. Мне кажется, качество неплохое. Фабрича. Я вот на рынке купила недавно. Раз постирала, у меня прям разлезлость. Второй раз уже одевать нельзя. Немки – фабрика, а на рынке покупаешь, что, знаете, можно и на самоделку нарваться. Выставка в Аркаде работает до 3 июня включительно. Покупатели ждут с 10 утра до 7 вечера. В студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте. Если в Сибири лето начинается с арктического холода, юг страны оккупировала июльская жара. На Черноморском побережье до плюс 37. Самое то для отдыха. Ведь начинается сезон отпусков. Но купаться, если ты не можешь, еще рановато. Температура воды в Крыму и Краснодарском крае не выше 17 градусов. В Азовском море – около 22. У нас, несмотря на теплую погоду, тоже пока не доныряний. И дело не только в непрогревшейся воде. Дождь – не лучшее время для пляжного отдыха. А дождь, хотя и небольшой, обещают и завтра, и послезавтра. 2 июня в Старомосколе и Губкине днем до плюс 28. Утром облачно, с прояснениями. Затем, возможно, кратковременные осадки. Ветер южный. Атмосферное давление 744 мм артутного столба.